Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Вадим! Меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактером с неземными цивилизациями. И сегодня на вопросы об онкологии будет отвечать мой куратор. Биолог, психолог и специалист по инопланетным формам жизни. Мит Гаскаус, планета Ислер. По инопланетным формам жизни, значит, именно по земным формам жизни, потому что мы для них инопланетяне. Добрый день! Ну, в общем-то, в Беларуси я был врачом, 15 лет работал в онкодиспансере. Это моя история в Штатах. Сейчас я работаю в качестве второго хирурга, ассистирую на операциях. В общем-то, это моя история. Мит Гаскаус, здравствуйте! Мой первый вопрос. Скажите, клеточная структура, она универсальна для всех живых существ, известных вам? Или есть какие-то другие формы организации живой материи? Если под клеточной структурой понимать ее критическую или безъядерную структуру, которая содержит основные энергетические станции и органы размножения клеток, и ее обмена веществ, куда все живые организмы плотно-материальной формы содержат в той или иной форме в виде клетки. То есть мы клеткой называем самую малую часть какого-либо ткани или органа, который, естественно, отличается от многоклеточным организмом. Но, да, это характерно только для плотно-материальной формы, то есть для гуманоидов, которым я являюсь, как и вы, но это не характерно для плотно-материальной формы жизни, у которых тело состоит из тонкоматериальной структуры, ничем не напоминающих клетки, потому что они не состоят из веществ, из атомов молитв. Спасибо, спасибо. Это замечательный ответ. Хорошо, тогда переходим дальше. Мы говорим сейчас вот именно о плотных структурах, скажем так, о тех, кто имеет тело. Форма записи генетической информации тоже универсальна для всех существ. То есть у всех существует ДНК, и никаких других вариантов нет. Я бы не сказала, что форма записи информации об организме универсальна для всех, так как её носителями могут выступать совершенно разные молекулы и группы молекул, которые сосредоточены иногда даже не в ядре клетки, а в её цитоплазме, в её мембране и в её эндопазматической сети. Можете привести какие-нибудь интересные примеры? Например, какие вещества используются для записи информации? Я встречал, да, когда я изучал космические формы жизни, кроме земной я интересовалась и другими, например, кремнииорганическими формами жизни, планеты Геса, Мгихора и их колоний, там встречаются вещества, ты мне не молекулу показывай, а название говори, что-то мне опрос, я ничего не пойму. Ну, наподобие вашего полисахарида рибозы, но замещённой группы атомов, одной, да, замещённой группы атомов этой молекулы, которая не молекула глюкозы, а там замещены в атоме углерода на кремнии, на германии и на другие вещества. В углеродной форме жизни бывает, что носителями генетической информации выступают некоторые аминокислоты, некоторые липидопротеидные комплексы, ну, конечно, они несколько отличаются от привычных вам жирных условий, но по сути, это, по свойствам, это то же самое. И их какие-то комплексные соединения. Бывают даже совершенно непривычные вам, например, содержащие бензольное кольцо и другие формы молекулы. Спасибо. Скажите, а на ваш взгляд, какой способ удобнее, какой способ записи всё-таки удобнее и практичнее, скажем так? Вы знаете, даже на Земле наблюдается некоторое разнообразие генотипов, хотя и всё это разнообразие основано на некотором едином законе, но всё же скорость передачи данных из ядра клетки в её станцию синтезирующий белок, она является разной. Также и точность записи является разной. Ну, вернее, не точность записи, а точность её передачи на другие структуры, которые уже изготавливают определённые органеллы, их комплексы и так далее. Но самым совершенным, ну, конечно, если я тут отойду от эссеровского способа, который несколько напоминает ваш, но он дублируется не двумя нитями ДНК, а 14. То есть они как спираль, такая как в объёмной форме. Ну, наша спираль тоже объёмной формы. Ну, у них там вот такие, как 14 таких вот ветвей, которые передают, ну, я бы сказал, с большей точностью передают генетическую информацию для того, чтобы те ферменты, белки и другие комплексы, которые в состоянии клетка содержали больше единобразия. Этим нивелируется риск, этим несколько нивелируется риск опасных мутаций. Да, повышает способность к адаптации в любых формах, в любых видах окружающей среде, ну, конечно, в определённых пределах, но всё же больше, чем, например, у земных людей. Но это, на мой взгляд, может быть, это от того, что, конечно же, я сам эссеровец и несколько предвзят. Я не совсем понял насчёт вот 14 ветвей. У человека 4 нуклеотида, а у вас сколько? 16. Ну, если под нуклеотидом понимать один компль, если под нуклеотидом понимать мономерка, из которого состоит само ДНК. Да, это мономер, из которого 16. Мне кажется, увеличение числа не ведёт к увеличению надёжности. Чем проще система, тем она надёжнее. Я повторяю, возможно, я в этом несколько предвзял. Хорошо. Тогда у меня ещё вопрос. Скажите, у вас есть органеллы такие же, как у человека, или мы радикально отличаемся? У нас есть органеллы, которые отвечают за энергетический синтез, за клеточный синтез, за энергетический синтез, за синтез веществ, за синтез энергии, за защиту клетки, а также за защиту вне клеточного пространства. Они обычно прикрепляются к наружной стенке мембраны. но они такие же, как у нас. Но у нас нет такого вот ядра. Спровождает образом сейчас. И он говорит, я ей просто показываю картинки из нашей цитологической литературы. Это её несколько так. Сейчас, просто словами скажи. В некоторых наших клетках не одно ядро, а много, то есть полиядерная система. То есть, всё это зависит от того, что в нашем ДНК больше как раз информации и большая точность информации для производства определённых веществ. Также у нас дублируется диплоидный набор хромосом. У нас их 137. Если под хромосомом понимать определённые тельца, которые содержат ДНК. Да, я помню, 137, как я говорю. Диплоидный набор хромосомы у нас дублируются в самой цитопласти, причём в нескольких местах. И те хелищи, так, по-русски. Ну, те тельца, которые у вас выполняют функцию рибосомы, у нас их несколько видов. Они, можно сказать, когда информационная, когда та часть клетки, которая у вас выполняет функции информационные РНК, подходит к той части, которую у вас выполняют рибосомы, я здесь вынуждена просто на языке контактёра очень упрощённо говорить. Всё, ты мне какие-то стрелки черпишь, я всё равно не хочу. это всё дублируется и как бы проверяется эта информация, прежде чем синтезировать белок. То есть, насколько корректно и информационная РНК, ну, не ваша, а наша, есть такое, есть, считала информацию об определённом белке, и если там ошибок, и при необходимости ошибки корректируют, специальные ферменты. Ну, эти механизмы есть и в наших клетках. Ну, у нас они, ну, там их несколько. Один, он дублирует другую. Ну, опять, это у нас, дело в том, хорошо, сейчас понимала, дело в том, что вот этот вот механизм, который позволяет информацию, записанную в химических элементах, переносить на, уже на синтез элементов, на синтез других элементов, на синтез клеточных структур, он у нас управляет, мы изучаем то, как он управляется нашей жизнью, нашим жизненным духом, жизненной силой и так далее. То есть у нас весь этот процесс изучался не, ну, не только как биохимия, но и как, можно так сказать, биоэнергетика. Ясно. Хорошо, спасибо за ответ. Я, насколько понял, органелл идентичных нашим, как бы, у вас нет, они все-таки различаются. Он мне сейчас показывает строение человеческой клетки и строение этого клетка какого органа? Ну, это как их, это как их мышцы в том числе. Да. Нет. Ты мне покажи, чтобы было похоже, чтобы я могла понять. Ну, вот смотри, вот, например, возьмем лейкоцит. Вот смотри, вот ваш лейкоцит, зато мне сейчас говорит. Ну, вижу. То есть у вас существуют лейкоциты, насколько я понял. у нас, в нашей клетке существует 16 форм клеток, у нас в нашей крови существует 16 форм клеток, которые имеют в том числе транспортную функцию, защитную функцию, очищающую функцию и так далее. Но вот один из них, который имеет защитную функцию, я его называю лейкоцитом по аналогии с вашим. Потому что у вас это главная функция защитная, есть несколько там транспортная функция, конечно, у вас и, естественно, остановка там кровотечения в составе тромба, это, конечно, я все знаю. Но у нас это выглядит, вот он мне показывает, вот тоже у них такая клетка, которая меняет форму, причем она может становиться не только круглой и овальной, а и вытянутой, какой-то треугольный с какой-то вершиной, причем с такими углами, а внутри нее находятся какие-то разноцветные, нисколько это не напомнило мне строение нашей ветки, потому что там какие-то, это что, метафонные вот? но они тоже меняют форму такие как оранжевым цветом светятся, а не как светятся такие, это говорит, как у нас энергетические станции, а каждый лейкоцит у нас самостоятельно может производить себе питание, то есть брать какие-то простые вещества из крови и из этого производить себе питание в эндопазматической сети и там вот он мне показывает, если у нас такие зеленоватые какие-то квадратики, в которые попадают вот эти простые молекулы как бы сверху, а снизу выходят уже другие. Ты хочешь знать, меняли ли мы свое ДНК после вступления в Международный Союз и ДО. Значительных изменений не было. Когда мы вступили в Международный Союз, была только работа над устранением генетических патологий, которые вели к психической нестабильности, которые повысили нашу адаптацию в том числе к неблагоприятным явлениям окружающей среды, радиация, ионизация, от другой звезды, потому что мы путешествуем в космосе, были довольно чувствительны к изучению звезд, которые были по спектру выше наших. Поэтому мы пошли на то, чтобы усилить эти защитные свойства и, естественно, работали еще над заселением иммунитета генетическим образом, то есть у нас в Междузвездном союзе есть такие биологи, называются генетические конструкторы. Это которые могут из разных частей ДНК разных одного или даже разных организмов создать некоторое ДНК, которое потом будет упомощено в подобии клетки и потом изучают его свойства и потом могут ввести его в живую клетку и оно будет расти, развиваться и из него может появиться живой организм. То есть вот такие эксперименты проводятся на микроуровне, но тем не менее у этих ученых есть приборы, которые позволяют наблюдать и управлять этим процессом. Есть и цивилизация силбет и таших, они есть и на ислере. Если есть желание поговорить о генетической конструкции, лучше, конечно, пригласить кого-нибудь из них. Я знаю хороших специалистов, которые работают и над созданием разумных существ путем генетического моделирования на других планетах. Они могут вам объяснить, ответить на ваши вопросы по этой теме. Поскольку зашла речь о генетическом моделировании, я хотел спросить, вы не можете просчитать свойства живого организма чисто эмпирически, допустим, с помощью компьютера, вам надо создавать какие-то модели и изучать их в реальности? Свойства просчитать можно, но дело в том, что когда живой организм начинает жить в окружающей среде, его генотип неизбежно меняется. окружающая среда начинает оказывать на него воздействие и как будет реагировать организм, что это вызовет в дальнейшем, какие изменения, это можно посмотреть только в практике. А также многие вопросы соединения генов разнородных организмов возможно просчитать только более или менее процентов только с тем или иным процентом точности. Потому что гены, они, мы ходят рядом с друг другом, они влияют друг на друга. И еще больше на них влияет, то есть в большой степени на них влияет, то как вам сказать, я бы сейчас сказала, если идет речь о животных, о животных душах, та животная душа, которая входит в это тело, потому что в каждой клетке, живой клетке организма есть часть животной души. Также эта часть животной души можно так сказать разделяется на две части, та, которая соединена с общей животной душой и та, которая сосредоточена в этой клетке. Мы ее называем клеточной неразума. можно сказать клеточный инстинкт. У вас это явление раздражимости, размножения, защиты, а также аутопсии, которая происходит при гибель клетки. Она переходит сюда. спасибо, спасибо, я понял, да, это действительно учесть нереально, насколько я понимаю. Хорошо, давайте тогда перейдем к нашей теме ближе. В общем, насколько я понял, ваше ДНК защищено немножко серьезнее, чем человеческое, и такая вещь, как онкология, вашим организмам не свойственна. Такая вещь, как онкология, не была свойственна нашим организмам с момента эволюции в разумное существование. Так как наша ДНК была действительно хорошо защищена от ошибок при копировании, в том числе не только после 40-50 делений, но и 150-200 делений нашей клетки легко могла перенести свой генетический материал своих потомков, потому что у нее были при делении в наших клетках есть те же самые защитные механизмы, как тричин белка, но они еще как усилены. То есть если новая клетка будет содержать что-то, что не свойственно всем, ну, тот, кто ее породил и всем другим, то те защитные механизмы, которые есть в клетке, они автоматически активируются вот от этого несоответственного химического, можно сказать, биохимического, и они начинают, вот он сейчас покажет прозрачный пузырек в этой клетке, и он начинает увеличиваться, как в окуле в растительной клетке, заполнять все специальные жидкости, которые содержат аналог вашей геолорнидазы, так, сейчас выставлю, и переваривают ее как-то. Ну, этот механизм есть у нас, называется апоптос. А, тогда у меня такой вопрос, если ваши клетки защищены от мутаций, как происходила эволюция? Наши клетки защищены от мутаций, а естественная эволюция происходила. Дело в том, что мы мутации называем, так, сейчас не путем мутации происходило, а путем усложнения самих, ну, если смотреть именно эволюцию в разумное существо, путем усложнения самих нейронных связей. То есть не за счет мутации каких-то клеток, но путем усложнения нейронных связей в тех животных, которые были нашими предками. И когда они достаточно были, то есть клетки оставались те же самыми, но энергии, вот эти вот импульсов они могли пропускать больше, с большей скоростью за счет именно соединения вот этой вот животной души. и этот процесс привел к появлению разумного существа на эсфере ну, около, по нашим данным, около 8 миллионов лет назад. То есть вы хотите сказать, что биологически вы не менялись, а менялась структура только за счет каких-то энергетических воздействий? Дело в том, что вот эта биология, если вы имеете в виду очертания тела, то они, конечно, у нас отличаются от животных форм, но это не за счет мутаций произошло, таких, которые были, происходили в лет, а за счет вот именно энергетических я сейчас не скажу, за счет направлений клеток на новые функции, можно так сказать, по-вашему, то есть, например, прямохождение возьмем. Дело в том, что наши предки, животные, они уже были прямоходящими к тому времени, как они разумные. То есть все-таки мутации в животных происходили? Ну, можно сказать, что происходили мутации только те, которые привели к воплощению разумной думы, то есть, по-вашему, как полезные мутации? А те, которые могли привести к гибели организма, вот как мы сейчас сказали, онкологические, вот эти опасные мутации, они не происходили. Можно так сказать. Потому что мутации называем некоторое такое повреждение. А то, что вы называете полезной мутацией, мы называем адаптацией. Ну да, мы тоже так это все называем, просто когда мутация происходит, она не знает, полезная она или вредная, она просто происходит. Это у вас так, когда нет вот этого контролирующего через жизненную силу и так далее, через жизненную эфирную силу животной души вот этих разных органов органелл клеток. То есть там уже идет контроль и он идет на уровне ну можно сказать инстинктов. Конечно, у животной души нет разума в понимании человека, но у нее есть инстинктивный разум. То есть вот на уровне вот этого разума идут вот эти вот изменения. Они могут быть пропущены, если послужат к пользе его организма, так сказать. И могут быть то, что я вам сейчас описал, случаи, если эти изменения резко нарушают работу всей этой клеточной структуры, то есть той ткани, где первоначально зародилась измененная клетка. Хорошо, тогда вопрос, как так получилось, что души ваших животных могут контролировать мутации, а, например, души земных существ этого не умеют? Они это делают не специально как инстинктивно, вот за счет того, что наше тело содержит такие возможности, вот именно тело наших животных, то их инстинктивный рагм, он же соединяется с телом любая животная душа, она соединяется с телом через свой инстинктивный рагм. Момент соединения называется эфирное тело. и именно вот эта возможность нашего тела иметь такую защиту на этих уровнях, микро-биологических, микро- даже клеточных структур, это позволяет животной душе, которая воплощается в нашем мире, таким вот образом, не сознательно, а вот как инстинктивный. Простите, я перебиваю. Мой вопрос в том, что так звучит, как будто души, вселяющиеся в ваших животных, отличаются от душ, вселяющихся в земных... Души не души отличаются, а тела, короче. Ну, тела, понятно, отличаются. Я спрашиваю, почему земные существа не имеют такой способности? У нас какие-то разные души? Нет, душ у нас одинаковый. просто есть в некоторых телах инструменты для этого влияния, а в некоторых его нет или недостаточно. Ну, хороший вопрос. Действительно, наши ученые исследовали и нашли они такую, как это, по-вашему, можно будет сказать, когда... Да, мутацию, которая была очень давно, как бы, еще на уровне организмов, которые существовали в форме, ну, как по-вашему, насекомых, только не тех насекомых, которые есть на земле, гораздо больше там у них были формы тела, другие там у них были несколько функций, ну, примерно, как будет говорить вашим языком, то есть именно там мутация, можно сказать, которая привела к появлению таких тел и таких клеточных фруктур произошла, ну, можно сказать, в тот период времени. И уже с того момента это пошло, эти все мутации пошли в положительном смысле, что позволяет и не ни нашим животным, ни разумным существам болеть теми заболеваниями, которые вызываются мутагенными факторами, например, онкология, одно из таких заболеваний, именно по той причине, что вот такая защита ДНГ сформировалась еще очень давно. По какой причине она сформировалась? по той причине, что были условия для ее формирования, исходя из количества опять же хромосом, например, исходя из их трансформации между собой, из гружающей среды, там много факторов влияло. Ты имеешь в виду, возможно ли так изменить ДНК человека, чтобы у него были только полезные мутации? Такой вопрос ставился в момент вашего создания 3 миллиона лет назад была, да, как раз была речь от очистки от разных мутагенных факторов, так как, естественно, в предке вашей, в том предке, который был ваш земной примат, которого 45% генов находят у людей, была выявлена вот эта способность, неспособность вот такой более или менее надежной защиты. Защита есть, конечно, но не такая. от мутаций, и поэтому исследовали этот вопрос, как либо совсем убрать этот признак из генетического материала для создания разломных землян, либо как-то по возможности максимально уменьшить этот признак для передачи потомков. для того, чтобы это сделать, нужно было слишком сильно менять ДНК, что помешало вообще вашему приспособлению в окружающей среде, потому что там это нужно было, условно говоря, раз у вас ДНК защищено, но нет именно многократной проверки, проверки записи ДНК на других населениях, на информационное ДНК, на дочерний ДНК, который происходит после раскручивания цепочки. То есть вот это все проверки, чтобы эти механизмы ввести, нужно было много новых ферментов. Чтобы эти ферменты ввести, нужно, например, можно было, конечно, тот же ген эсфера взять, но это пришлось бы очень сильное менять человека, это помешало бы приспособиться к жизни вашей среде на вашей планете. Поэтому было решено этого не делать. Это я читала исследования, которые я изучала по планете Земля, именно по вашему генотипу, как вас создавали и какие вопросы возникали. И вот там я читала о том, что такой вопрос поднимался, но не было возможности создать такое существо, чтобы оно было и полностью защищено от мутации, как ферменты и в то же время могло быть адаптировано к жизни на Земле. Да, действительно, этот вопрос решался после вступления Гиссару в Междузвездный Союз. Был принят закон самим правительством Гиссару, что каждый отец и мать, то есть будущие родители ребенка проходит генетический анализ и выявляется генетический профиль и проходит так называемое генетическое оздоровление, то есть детально изучаются структуры ДНК и дается более-менее точный прогноз, насколько возможно формирование у ребенка каких-либо мутаций, в том числе и в будущем, смотрели соотношение генов. После рождения ребенка проводился комплекс мероприятий их медицины, который был направлен на максимальное предупреждение, то есть профилактику онкологических заболеваний в том числе. ДНК так не меняли, ДНК так не меняли, как вам не меняли ДНК, у них осталась защита практически на том же уровне, но вы видите, что на земле живут много людей, кого эта проблема обошла. То есть здесь все дело в случае с раком с онкологией на земле все дело именно в профилактике заболеваний. Профилактика значит намного больше, чем само лечение. Конечно же Межзвездный Союз располагает средствами подавления подобных опухолевидных образований, которых много видов, разных органов, энергетическими лучами и так далее. Иммуностимуляции психологической работы со своими органами. Я хочу сказать, что онкологический процесс мутации, который идет во вред организму, это всегда деструктивная работа души. Может быть животной души, а может быть и разумного духа. И вот на профилактику вот этой деструктивной работы сознания, можно так сказать, или инстинктов, мы сейчас говорим о людях, значит, о сознании. вот на профилактику вот этой деструктивной работы сознания, которая начинает разрушать свое тело, свое собственное тело, свой храм души, вот на эту профилактику и направлено, так сказать, образование в школе, в Десару, их формирование, их мировоззрение, идеология общества. Я вам хочу сказать, в каком обществе возможно вообще распространение раковых заболеваний в массовом масштабе. Это только в том обществе, которое не знает своей духовной природы, потому что на самом деле фактором развития опухоли может быть стать что угодно, любое вещество и любое излучение, которое для других людей будет совершен безопасно. Вы же знаете, как врач, что бывает вам попадают люди... с вами абсолютно, что сознание определяет состояние тела, это правда. Да, с том, что к вам попадают люди, у которых есть раковое заболевание, уже довольно большое образование раковое, и тем не менее эти люди жили, например, несколько десятых лет вместе с другими людьми, питались одной и той же пищей, питались одной и той же пищей, дышали одним и тем же вон, даже подвергались одним и тем же вредным привычкам. Вы абсолютно правы. У меня в практике был случай, когда женщина, излеченная от рака груди, жила 12 лет спокойно, без всяких проблем, и потом на ее глазах машина сбила ее сына. У нее возникли метастазы через месяц по всему телу. Ну, метастазы, я вам хочу сказать, что вот это вот то, что я рассказал про мутацию и защиту от мутации, если смотреть с духовной точки зрения, на Ислере не случайно возникли такие структуры ДНК и контролирующих ДНК органами. Это зависело и от тех плазмоидов, которые формировали животные души, от их духовного уровня. И, наконец, это зависело от задачи Ислера вообще в эволюции Вселенной. Мы смотрим уже на более глобальную духовную причину, потому что вы можете спросить, а почему именно так на Ислере, а не на Земле? Я вот именно потому и спрашиваю, потому что есть ли такая мутация вообще в принципе возможно, когда сознание контролирует полезность или вредность, скажем так, мутации, то почему она не возникла на Земле? Потому что вообще жизнь такая штука, она всегда находит лазейку, она всегда, она использует миллионы, миллионы, миллионы вариаций, миллионы мутаций, чтобы это повозникло. Почему это не случилось с земными организмами, это странно. Он говорит, сейчас МИД говорит так, вы же как человек, изучив биологию, знаете, что вообще изменчивости бежать не удастся, главное направить ее полезное для развития русла. Об этом и вопрос. Да, и на самом деле в каждом человеке еще с рождения и до старости есть те клетки, которые вы называете раками. Ну да, это контролируется иммунитетом, это понятно. Да, это контролируется иммунитетом, а работа иммунитета тоже зависит от очень многих факторов. Бывает, что иммунные клетки вместо того, чтобы подавлять опухоль, они способствуют тому, фагоцитируя раковые клетки, не уничтожают их, а разносят дальше по организму. То есть, ну, это получается наподобие, как с нейтрофилами, которые, например, поглотили гонокуки. Вместо того, чтобы их переварить, они их разносят в сердце и так далее. Незавершен иммунитет называется. Что? Это называется незавершенный иммунитет. Да, но ведь это не случайный процесс, это же определенное состояние сознания. У нас есть целое учение, которое называется... гонококами сознание роли не играет. Просто гонокок имеет такое свойство, что тут сознавание... Гонокок имеет такое свойство. Я сейчас привел пример. Ну, а в случае с раковыми клетками уже играет сознание. Хотя и в случае с гонококами состояние сознания может очень, так сказать, регулировать. у каждого зараженного этой болезнью будет разная скорость распространения, разные поражения органов. У некоторых оно вообще будет без симптомов формы. от образа жизни насчет скорости распространения. Если человек любит пиво, то распространяться будет быстрее. Любовь к пиву... Дело в том, что у него это тоже зависит от иммунитета, от тех ферментов, которые выработает организм. На одну и ту же инфекцию не бывает двух одинаковых реакций организма. Естественно, мы все разные, да. Вот, поэтому мы разные не только телом и там фенотипом, который приобрели в течение жизни и генотипом, который приобрели от родителей. Мы разные содержимы своего сознания. Я бы сказала, содержим свой дух. Я хочу вам сразу сказать, что на эсфере и вообще в Межзвездном Союзе, ну она называется везде по-разному, у нас есть такая наука, которая так и называется, если перевести примерно на ваш язык, это можно сказать духовная основы безопасной деятельности духа в физическом теле. Не просто, как у вас есть основы безопасности в мире, какой-то такой предмет, а именно основа безопасного владения своим телом. Тоже у нас это изучается в школе, как дух влияет на тело, как правильно его наполнять энергией, как правильно его развивать, чтобы оно могло, я помню, чтобы оно могло правильно выполнять свои функции, чтобы оно могло дополняться, чтобы оно могло использовать энергию окружающего мира, там, и в форме кислорода, и в форме питательных веществ, там, витаминов, а также неорганических веществ, чтобы оно могло использовать эту энергию максимально ну, как бы доступной и плодотворной для себя форме, чтобы оно могло максимально и полно очищаться от токсинов, при этом не повреждая себя, то есть там это есть целое учение. Есть вопрос, мы понимаем, что это деструктивное влияние души, скажем так, да, будем говорить такими словами, ну, энергетических, субстанций, да, почему тогда эти опухоли возникают, например, у младенцев, откуда там деструктивное влияние души? Вадим, для эслеровцев, сейчас я просто объясню, младенец, это не просто тело, это уже вполне сформированный дух, так сказать, который в это тело вошел. С момента формирования, я помню, с момента слияния сперматозоиды и яйцеклетки, когда образуется первая клетка нового организма, дух вводит в эту клетку жизненную силу. Он стоит рядом с этим моментом зачатия. Да, в момент зачатия дух худшего человека стоит рядом вместе со своими проводниками ангелами, которые привели его из духовного мира к этим родителям. И формирование физического тела идет под влиянием вот этого духа, который сначала не входит в тело, просто его жизненная сила находится в этой клетке. И когда эта клетка делится, физическая структура формируется на основе его эфирной копии. У каждого тела есть эфирное тело, то есть энергетическая копия каждого органа. А это в свою очередь создается на основе его ментальных астральных установок и так далее. И все это непосредственно влияет на человеку. И возможно если у конкретного ребенка развилось конкретное заболевание, там может быть много причин. И в его прошлых жизнях, и в отношениях, например, родителей и так далее. Потому что эфирное тело мамы и папы, их сознание тоже влияет на это все. И вот получается такое вот влияние. И причем, когда он даже родится, этот ребенок, до 14 лет он энергетически связан с родителями. То есть у них общая аура. Состояние и настроение родителей влияет и на его здоровье тоже. Даже может на них не влиять, а на ребенка влиять. То есть они увидят свои пороки, недостатки в своем ребенке. То есть деструктив, будем так говорить. То есть это у них опять же входит в этот предмет. Я хочу только сказать, вот он сейчас говорит, что на вашем уровне медицины борьба с раковыми заболеваниями более-менее успешна. Возможно только пока. Пока. Возможно только в виде активной профилактики этого заболевания. активная профилактика должна включать в себя несколько факторов. Первый, самый главный духовный, ну по-вашему психологический. Второй фактор это снижение интенсивности воздействия по возможности каждого канцерогенного фактора, которые уже выявлены. Ну конечно по возможности. Есть такие канцерогенные факторы, которые более канцерогенные чем другие. И третье это создание можно сказать положительного образа тех биологических и психологических и биологических в том числе биологических факторов, которые способствуют разрушению уже мутированных клеток, к очищению от них организма пока на стадии непроявленного опухоль заболевания, пока они еще только формируются. То есть например определенные продукты я могу назвать какие очищают организм, но конечно при соблюдении всего остального. Я могу перечислить клеток. То есть некоторые продукты ваши растения содержат растительные продукты, содержат набор таких веществ, которые нарушают например стенки мембраны опухолевых клеток, делая их более обнаруживаемыми для иммунитета, чем например характерны практически все растения и семейства крестосветных. Это как ваши овощи. Ну если говорить об овощах, то это естественно все виды капусты, но особенно большое содержание этих веществ, это в капусте, которые, да, я помню этот образ, ты мне его показывал, у нас это называется брокколи. зелененькие. Да, также например в таких сорняках как я не знаю название этого растения ну как сурепка, ерудка и так далее вот эти вот сорняки, которые они тоже содержат вещества, которые делают видимыми опухолевые клетки для нормального иммунитета. Также соединения серы, органические соединения серы, которые находятся в чесноке, а также в таком растении, как имбирь, способствуют повышению повышению противоопухолевого иммунитета и нарушают формирование метастаза, то есть передача генетической информации измененной клетки своему потомству. Вот это вот. потом еще есть у вас очень важный, как это называется, фитофермент, вещество, которое называется ликопин, который может защищать клетки от разных канцерогенных факторов. и этот ликопин, накапливаясь в опухолевых клетках в определенной стадии их формирования, тоже делает их заметными для иммунитета. Ликопина больше всего содержится в томатах, но они должны быть термически обработанными. Он тогда лучше усваивается. Да, и также эти вещества, а также пигменты красного цвета, целая серия пигментов содержатся также в красной свекле, которые тоже очищают организм от токсинов, которые могут иметь канцерогенные действия. Больше всего таких пигментов содержатся в такой прям темно-красной мне показывают свекле, которые не с полосками, а в равномерно окрашенной свекле, и почему это такой длинной формы. То есть, если эти продукты, а также да, можно еще назвать естественно такой продукт, как куркума, петрушка, соответственно, говорят цитрусовые, там содержится большое количество меди, тоже, да, если говорить о микроэлементах, которые имеют противораковые действия, это селен, это витамин С, это медь, йод, который повышает иммунитет и так далее. Также полезно из животных продуктов, больше всего полезна та рыба, которая живет в море и содержит особые молекулы, похожие на молекулы в ваших растительных маслах, но другой формы. Вот эти молекулы, они защищают от вредных факторов, прежде всего, вашу сердечно-сосудистую систему и, естественно, повышают иммунитет. Это что касается пищи. Я хочу все-таки акцентировать внимание на то, что любое питание и любые противораковые препараты и иммунно-стимуляторы могут быть только вспомогательным фактором в профилактике, а тем более в лечении уже возникшей болезни. Самым главным фактором является очищение себя на энергетическом уровне от негативных блоков и изменение ментальных установок, которые эти блоки провоцируют создание этих блоков. В каком состоянии сознания чаще всего появляется рак? Это тревожность, депрессия, скрытые обиды и на себя. Особенно влияют обиды на себя. в гнев на себя, самоосуждение, непринятие себя на подсознательном уровне дают знать организму, всем клеточкам организма о том, что он должен быть вычеркнут из жизни. И это запускает биохимический процесс в любой органе, в любом ткани о том, что этот дух должен выйти из воплощения, потому что его, можно сказать, не устраивает жизнь вокруг, люди вокруг или он сам. Очень много людей с раковыми заболеваниями имеют идеи самоосуждения. самообвинения или постоянной борьбы с собственным мнимым несовершенством. Либо они находятся в состоянии конфликта с кем-то из близких. Особенно это характерно для мужчин и женщин с раковыми опухолями репродуктивной системы. в этом случае рак матки, яичников, влагалища и так далее для женщин очень часто это отрицание ее женской сути внутри ее, которое появилось в результате скрытой обиды на мужчин. Чаще всего эти обиды начинаются с непрощения за что-то собственного отца. Здесь нужно начинать с самого бывает отца не простили даже если его нет девочка бывает не прощает отца именно за отсутствие своей жизни. Например, такое встречалось мне. И здесь уже нужно начинать с работы по прощению наполнению светом и обязательно преображение энергии этого блока в свет, созидание, любовь и другие высоковибрационные состояния. И такая работа должна быть не один раз проведена, а вестись постоянно хотя бы два-три раза в неделю. Постоянный контроль над... Нет, не контроль... очищение своей энергетики. также страхи, в том числе страх смерти тоже провоцирует опухоли тела, опухоли разных органов тела, так как это тоже является негативной эмоцией, от которой дух начинает спускать такие энергии в тело для вредных вот этих мутаций, так как этот мир для него слишком страшный, и он делает вывод о том, что ему лучше выйти из воплощения, чем жить в таком страшном мире. Ну, вы видите, уважаемый Вадим, что все, что я вам перечислил, это та или иная форма непринятия. Ну, насколько земная наука нам позволяет судить весь вопрос в иммунитете, потому что раковые клетки возникают постоянно каждую секунду, все зависит от состояния иммунной системы, и любая негативная эмоция подавляет нашу иммунную систему, как бы мы это уже знаем, то есть весь вопрос просто в том, чтобы не засорять свою голову этими самыми негативными эмоциями, потому что вопрос ведь не только в раковых клетках, когда мы находимся в состоянии негативной эмоции, мы легче заболеваем всем, чем угодно, любыми простудами, а когда у нас хватает адреналина и радости, нам даже коронавирус не подойдет, скажем так, вопрос не в том, что клетки хотят умереть, вопрос в том, что мы просто угнетаем свой иммунитет, но бывает так, вот он сейчас говорит, что внешне человек ведет себя очень, ну, творит добрые дела и ведет очень непристойный образ жизни, вы знаете, были такие случаи, но при этом ругают себя, за то, что он недостаточно совершенен, или у него существует хроническое раздражение на других людей, которые не соответствуют ее очень так высокому идеалу, которому, кстати, она сама может даже соответствовать, и ее дух делает вывод о том, что этот мир слишком плохое для нее место, и это тело слишком несовершенно, и нужно вызвать в нем изменения, которые будут отражать ее мысли о себе или о друге. Мутация это всегда искажение, мутация это всегда искажение божественного образа, именно вредные мутации, которые ведут к деградации тела, это всегда искажение божественного образа, а он начинает, это искажение начинается на ментальном уровне, поэтому естественно Иммуностимуляторами различными, я тоже их рекомендовал, когда диагностировала больных раком, я чувствовала излучение раковых клеток. Кстати, когда я это чувствовала, я чувствовала рядом с раковыми клетками обычно целый ряд инфекционных агентов. Да, действительно, некоторые формы рака, которые, по крайней мере, ваши врачи определяют как рак и вызваны немутагенным фактором, вы же знаете, что рака, существует у вас много видов. Например, приведите конкретный пример. Ну, есть такие опухоли, которые вызваны скоплениями простейших в ассоциации с грековой флорой, а также там присутствуют и вирусоподобные бактерии типа хламидии и так далее. И все это, такой конгломерат обычно в капсуле, если это в какими-либо органах, либо в крови, то, что вы называете рак крови, там, то, что вы называете лимфомой и так далее. То есть, когда вы видите, что в крови много белых кровяных клеток, это может быть распространением этих простейших в особой форме, она называется цинстоподобной. И то состояние костного мозга, когда он производит незрелую форму ликоцитов, это может быть следствие той борьбы костного мозга за иммунитет, которая выкидывает в кровь еще даже не готовые к бою, так сказать, формы, ну, как сказать, вольных. Мы хотим сказать, что микроорганизмы выступили в качестве мутагенного фактора, но мы знаем, что мутагенные факторы могут быть различные абсолютно. Химические, биохимические. Это еще говорит, что, например, есть такие формы простейших, если они создали колонию, будем показывать, некоторые простейшие создают колонию, и если эту взять на гистологический анализ, то там можно увидеть, если частичку эту колонию, гистологический анализ взять, то там будет картина, которая напомнит очень сильно именно раковые опыты, потому что они не будут похожи на, например, на тех же трехмонад, да, еще на кого-то. Они будут там без жгутиков и так далее, так как эти простейшие, как и многие другие формы паразитов, склонны к так называемой мимиклине. То есть созданию таких не образов, а мимикрии – это создание себе таких форм тел, которые будут защищать их от защитных свойств иммунитета, в данном случае, если они живут в организме. Например, те же самые лямбли, трехмонады и так далее, это известно и вашим ученым, способны не просто питаться вашими эритроцитами, вашими белками и так далее, они способны часть этих белков, ну, образно говоря, наклеивать на свою внешнюю мембрану, чтобы при ощупывании их моноцитами и фугоцитами тканевыми они напоминали вашу клетку. У них ничто из себя не выделяло, такое как защита. Это действительно явление описано. Вот, и действительно такие случаи встречаются. Это мы называем паразитарными формами рака, но и в мутагенных формах рака. Роль инфекционных факторов тоже вирусная. Я бы хотел услышать конкретно, какой именно рак вызывается вот этим вот паразитами. Ну, он сейчас говорит, что это в основном рак половых органов у женщин, марки. А вы можете сказать конкретно название? Раков половых органов очень много разновидностей. Ну, вы можете, да, хорошо. Он говорит, вы можете одной и той же опухоли, мы просто так не смотрим, вы можете одной и той же, ваши ученые, не вы конкретно, ваши ученые, описывая эти формы опухоли, они могут дать разные названия одной и той же, или, например, одной и той же, мы просто по-другому смотрим. Это мне нужно в любом случае смотреть на диагностику, потому что вы можете там саркому поставить, как он фибромиом, и она доброкачественная. А для меня это будет совершенно разное состояние вообще. Нет такого, чтобы у нас было там... Фибромиома – это доброкачественная, абсолютно опухоль. Ну, она может быть, она может, как вы говорите, перерождаться, но, опять же, не всегда. И это тоже бывает там в несколько видов. Когда она перерождается, это уже не фибромиома, это уже другая опухоль. Ну, если я вам там его карциному дам, или саркому, или еще какую-нибудь опухоль, которая происходит там из мышц, или из железной, или из железной, например, из креции, это будет для вас одно состояние. Для меня это будет всегда разное. То есть это может быть разный фактор. И паразитический, и эмутогенный, и токсикологический, и там много чего может быть. В общем, насколько я так говорю. Паразитический, и это та же сам мутогенный фактор. Он сейчас сказал, что когда я смотрел людей с установленным диагнозом рак, было такое, даже не зная об этом, я смотрю на энергетическом уровне, человек, у него не было вибраций, скопления раковых клеток в этом органе, но были вибрации, некоторых совершенно определенных микроорганизмов, причем сразу скоплений. Некоторые такой капсулы, как я уже сказала, эти вибрации были чужеродны телу человека. Но это не были вибрации даже измененных его клеток. И такие случаи были, но тем не менее мне, то есть Ирине, как контактеру, показывали, что действительно, им выстрел диагноз рак, и я могу это говорить, если по крайней мере скопления здесь нет, раковых клеток, они есть у всех, как я уже сказала, я не могу всем поставить этот диагноз. Но именно скопление, вот в этом органе я вижу то-то, 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 то есть я чувствую те-то, те-то вибрации, вот, я так и перечисляю. Обдувало такое, что, например, у человека находили врачи какие-либо воспалительные заболевания, там, микробы, там, или снижение иммунитета, или просто какие-то обычные микробы. Я распознавала, но они находили ракового процесса. Я, конечно, не могу, я, конечно, не могу сказать, насколько качественно они обследовались, я не проверяла. Но в любом случае, например, когда я чувствовала, что, например, есть скопление раковых клеток там, и было такое, что врачи там находили воспалительный процесс, какие-либо микробы, и так далее, там, сужение сосудов, еще что-то, ну, какой-то. Об качестве их обследования я, конечно, не могу говорить, но такие случаи бывали, и в любом случае я всегда говорил, потому что... Поэтому он сейчас еще хочет сказать МИД, он говорит, поэтому, конечно, я рекомендовала иммуностимуляторы в этом случае рака, потому что там практически всегда снижение иммунитета в любом случае, чтобы формы не было, но в любом случае это снижение иммунитета. Но я хочу вам сказать, что по наблюдениям дальнейшим за такими больными, я находил, что им нужно очень большое время иммуностимуляции и работы над собой в комплексе. Только тогда это приведет к положительному исходу. И потом, после этой иммуностимуляции, нужно, да, между периодами иммуностимуляции нужно обязательно делать перерывы, чтобы была адаптация к жизни без иммуностимуляторов. Иначе человек может просто... его там тимус и так далее, он может просто, можно так сказать, уменьшить производство необходимых гормонов для иммунитета, и человек может заболеть потом чем-то другим. он сейчас еще говорит, да, я помню, я смотрел мужчину, ему ставили рак печени, да, я помню этого мужчину, ему врачи в вашей клинике поставили рак печени, я смотрел его, и ничего, я нашел, естественно, да, хорошо, печень, я нашел вибрации обестрархоза, я нашел вибрации, естественно, холангита, холисиски, присоединив кишечной палочкой и сопутствующей там анаэробной горой, но никаких особых раковых клеток я не почувствовал, и было ему назначено противобестрархозной терапии, там, иммунитет был снижен, но он там не так уж и сильно в любом случае. То есть это был действительно такой случай, ему была назначена противобестрархозная терапия, очищение желчных протоков специальными, да, от мертвых паразитов специальными препаратами, и также очищающая, нет, противовоспалительная и противомикробная терапия именно теми препаратами, антибиотиками, которые подходили по вибрациям его организму. Так как я нахожусь в астральном теле, я не могу взять на анализ непосредственно инфекционного агента, чтобы установить его чистительность. Я это все делаю по вибрациям, насколько эти вибрации подходят конкретно, то есть у любого препарата, даже у простого аспирина и у любой травы есть вибрации, то есть частоты, на которых излучается вот эта молекулярная, энергия его молекул. Эти частоты везде отличаются. И я, находясь в астральном, могу почувствовать эти частоты в физическом мире, и для этого нужны специальные приборы. Кстати, они уже есть на Земле. Это именно частотные диагностики на организм. Они устраняют есть такие у вас приборы. И в астрале это возможно сделать по... Почему это возможно сделать в астрале? Потому что в астрале смотришь не физическое тело, а смотришь в физическое тело, которое, как я уже сказал, является копией физического. Но там есть одна особенность в астрале диагностики, которую я провожу. Там видны, чувствуется только излучение органов, причем эфирных органов, которые являются копиями физического. Но там существует такая особенность, что, например, если физический орган был удален, то его эфирная копия сохраняется. и причем она сохраняется, если прошло долгое время после операции, эфирная копия может выглядеть даже лучше, чем первоначальный орган, который был удален. Например, у человека, если нет ноги и руки, у эфирного тела это все видит. Так же и со внутренними органами. Это нужно учитывать в астральной диагностике. Это первое. и второе. На ней могут быть выявлены посторонние организмы, микроорганизмы, паразиты, вирусы, внутриклеточные, я их не знаю, внутриклеточные структуры. Если они находятся в определенном месте, ну, конечно, это у каждого человека, если у них свои микрофлоры, это естественно, если они превышают свой какой-то допустимый уровень или начинают причинять вред клеткам организма, то это начинает влиять на эфирное тело и выявляется. Ну, конечно, в разной степени, конечно, понимаем. Вот. Но если у человека есть какое-либо неорганическое образование наподобие камня, почки или желчных пузырей, это не видно на такой диагностике, это камень не изучает чувствовать живых органов. Значит, в эфирном теле нет. Такое вот нужно учить. может почувствоваться воспаление окружающей ткани. потому что это уже изменяет несколько вибраций. То есть вот такие вот особенности астральной диагностики я вам сказала. Я вот хотела научить это делать и ритм. Не, некогда мне учиться диагностировать. До новых встреч. Спасибо. Было приятно. Б 84 Наша Отец побился Уarry MATT Субтитры Эeme КОЗИЙ И Е Он Егорова Хотим Вaka Наша Ру Э restricted Отец КОЗИ� Отец Субтитры то да Продолжение следует...